Смотрите, какая красивая дорога. А мы сейчас едем в питомник зятя моего мужа. Сегодня там день открытых дверей. И я буду выбирать себе томаты, несколько растений, несколько цветочков. И сниму вам, конечно, немножко, похожу по заповеднику, по запитомнику и покажу вам, что и как. Но там шикарно, конечно, шикарно. Дорогие друзья, вы находитесь на канале УПРОВАНСАЛОЧКИ. И сегодня я вам покажу день открытых дверей одного из заповедников продажи растений в Провансе, хозяином которого является зять моего мужа. Я думаю, что вам понравится этот обзор. И надеюсь на вашу подписку, лайки и комментарии. И так далее. Ну вот, мы подъезжаем. Сейчас мы будем поворачивать. Посмотрите, тут какие красивые растения. Перец привитый. Перец привитый, пяти марсиэ, зелёный горшочек. Перец привитый обычный. Посмотрите, чёрные горшочки. Чёрные, чёрные. Так, бычье сердце. Бычье сердце коричневый горшочек. Бычье сердце. Томаты, жёлтый ананас. Горшочек вот такой вот, бежевый. Томаты, привитые томаты в форме перца длинного. Томаты, горшочек фиолетовый. Я всё снимаю, потому что я потом дома всё перепутаю. Дальше. Вот эти вот томаты. Кёрдубе в сердце бычье. Но они будут в таких зелёных горшочках. Это будет у меня такое, как в форме груши. Так, посмотрите, баклажаны. Боника, полукруглые, голубые горшочки. Я взяла два. И баклажаны белые. В белых горшочках, что логично, я взяла три. Даже, может быть, возьму и четыре. Баклажаны. Привитые баклажаны. Смотрите, сорт Балуруа. Балуруа, длинные, в чёрных горшочках. Горшочки – это чисто для меня, друзья. Так, посмотрите, здесь есть привитый базилик двух видов. Я сейчас возьму два горшочка. Вот такой базилик, посмотрите, синий. Я тоже возьму его. Вот тоже разные базилики, представляете? Так, это что? Серфе. Такое, оно, знаете, что? Оно пахнет. Это что-то между петрушкой и сельдереем. Так, дальше что? Я не нашла. Мне нужна. Так, есть дыня. Смотрите, есть дыня. Есть огурцы. Огурцы у нас не растут. Так, а что же вот это такое? Так, а это что у нас? Ой, посмотрите, артишоки. Ах, класс. Артишок можно посадить тоже. Так. Дальше, смотрите, вот здесь вот этот. Там чайбрест-де-прованс. Потом вот эти виды. Посмотрите, сколько. Вот этот вот. О, паноши. Надо мне взять один. Так, это, по-моему, укроп такой страшненький. А вот, смотрите, этот рюбарба. Это этот, как его зелёные, эти длинные дыдки, что мы варим компот. Этот, ой, ой. Короче, не вспомню, вспомню, потом скажу. И вот мерисы, посмотрите, 3,50. Ммм, вкусно пахнет. И смотрите, здесь есть стевия, планты осюкра. Не знаю, какую, но я одну возьму, 100%. Посмотрите, что я нашла. Я нашла Озея. Озея – это щавель. А я его возьму. Никогда не видел. Но, по-моему, его нужно сажать в эту, в кислую землю. Попробуем. Посажу в бак его. Значит, я взяла здесь, посмотрите, вот этот фиолетовый базилик. Вот такой базилик взяла и вот такой. Они разные. Это пурпы, это вот фиолетовый, маленькие и большие. И у них есть имена, конечно же. По-моему, вот это вот базилик де Марсея. Сейчас я выберу здесь еще. Я возьму стевию обязательно. Не знаю, что она мне даст, но я ее возьму. Вот последний горшочек остался. Называется мята шоколадная или, как говорится, павре. Павре – это перечная. Вот один горшочек остался. Коричневый вот такой. Вот оно для себя делаю. Ну и вы посмотрите заодно. А здесь вот разные, видите, виды мят. Просто зеленая. Потом есть мелиса. Мелису, честно сказать, не очень люблю. Вот. И вон там какая-то есть, смотрите, мята. Мята жанжамбра. Смотрите. И у нее горшочек, ну тоже у нее коричневый горшочек. Ну вы понимаете? Вот эти вот, вот это вот лутание. А что вот это вот такое? Послушайте. Опять же, я не вижу вообще имя. Вот это вот, это какая-то сожа. Сожа это, это как же он? Шалфей, типа шалфей. А что вот это, я не знаю. Послушайте. Интересно. Вот смотрите, вот это вот тоже сожа. Вот это вот красное. Но мне красное вообще никуда. Есть арбузы. Есть огурчики. Есть огурчики. Есть дыни. Ну много чего есть, короче. Вот наши цены. Эльма Маркеве. Ну вот, посмотрите. Вот мы загрузили здесь все. Ну, короче, друзья, здесь, наверное, на больше, чем на 200 евро. Смотрите, какая прекрасная сожа. Осьяна. Осьяна это океаническое что-то такое. Не знаю. И у меня вот, вот, я же забыла, я же бегала, вспомнила и взяла, взяла вот это вот девичий виноград. Именно тот сорт, который, у меня там этикеточка есть, покажу дома. Именно тот сорт, который цепляется за стену. Вот поэтому мы сейчас ее посадим на летнюю кухню сзади, там, где у меня умерла моя. Мой этот девичий виноград погиб. И я сегодня уже вчера разговаривала с мужем. Я говорю, разреши мне пустить на дом, там, где трещины, что-нибудь. Ну, пока он не созрел, мы будем ждать. Морис очень долго созревает. Ну, вот таким образом проходит день открытых дверей. Посмотрите, здесь такой шапито. Там можно выпить апперитив, пиво. Они делали такой коктейль, типа, называется супа шапиноаза. Это суп из шампанского. Ну, там, конечно, не шампанское, а игристое вино. Вот. А здесь, как всегда, наш знаменитый комьюн-де-пицца. То есть здесь раздают пить бесплатно. Это все совершенно бесплатно. Вся выпивка, вся еда. Для людей, которые приехали купить растения. И, как бы, никто и благодарит за это. И сегодня, по-моему, он делает, есть у него скидка. По-моему, 20% на все куплено. А вот здесь, смотрите, у нас продают клубничку. 3 евро и 5 евро 2. 3 евро. Ого, ничего себе, ничего себе. Посмотрите, какие тут у нас бонзая. И вот вам, пожалуйста, наши кактусы. Раньше здесь было бюро зятя Мариса. То есть здесь касса стояла. Это вот все такое. А сейчас вот посмотрите, он все в этих... В суккулентах. А я искала, я не нашла суккуленты. А вот они где. Вот они где. Посмотрите, какая красота. А, к сожалению, я сейчас буду молча ходить и снимать вам. И потом озвучивать. Посмотрите, как цветет кактус. Ну, у меня вот их множество вот таких вот. Но до цветения еще никто не дошел. И вот это вот, посмотрите. Черная голова, это тоже прекрасно. 18 евро. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что за 18 евро это недорого. Потому что, ну, попробуй вырасти. Попробуй вырасти вот эту вот красотищу. Это пока что растет. А они же медленно растут, эти кактусы все. Вон, какая красотища. Мамочка моя. А эти вон все цветут. А этот, смотрите. Этот цветет. Ну, вот видите, опять же, нету ни одного названия. Вот эта вот роза эта, да, эта. Посмотрите, как она цветет. Ммм, какая красота. Вот, а здесь желтеньким она цветет. Они еще и разными цветами цветут. Ох, какая классная. Посмотрите. Ой, а здесь вон сколько она напускала всего. Ну, надо же. А этот уже маленький такой цветет. Посмотрите. Такими колокольчиками. Ну, надо же. А я не знала. У меня есть такие. Малюсенькие. И вот все-таки интересно, что вот когда они растут, послушайте, отдельно в горшочках. Мне кажется, им так даже лучше. О, какая прелесть. Вот, играет везде музыка. Очень-очень много людей. А вот этот, посмотрите, выбросил стрелку какую. Ну, надо же. Я думаю, что эти все суккуленты, эти вот, они на французском называются. Планты Грасса. О, а этот какой. Молодец. Если бы у меня было место, потому что их все-таки нужно защищать. Их нужно защищать, потому что, ну, у нас ночами холодно, особенно зимой. Этот он вообще тут весь заколосился. Может быть, правда, их нужно немножечко, слушайте, рассаживать каждый в этот, в свой горшочек. Ой, ну какая прелесть, послушайте. Нет у меня места, к сожалению, нет. Я бы занялась. Они неперехотливые, хорошие земли им насыпал. А вот эти, гляньте. Тоже какие хорошенькие. Знаете, и вон тоже, смотрите, он пускает свои отросточки. Ммм, какие хорошие. Послушайте. Красавцы. Ой, ну приедешь же ж. Красотища. А, вот этот какой бонзай. Гляньте на него, гляньте на него. Вот тут уже красота. А вот такие вот тут уже. Такие уже подружшие. Молодцы. Смотрите, называется фикус имбирь, ой, женьшень имбирь, господи. Смотрите, какие тут красивые цитроны. У меня был один, но не такой, немножко другие листочки. Слушайте, много-много лет он у меня рос. И потом я уехала в Беларусь. Мари забыла бы поставить цепрессию, он умер у меня. Жалко. В принципе, вот здесь вот очень хороший пример, как плотно нужно засаживать клумбы. Вот видите? Чтобы клумба была красивой, нужно вот так плотненько. Ну, здесь вот очень много лаванды. Разный размер, разная цена. Смотрите, какие тут елки. Отличные. Так, здесь у нас это шалфей. И вот вы знаете, я подслушала, парень объяснял. Вот этот вот шалфей офисьяна, вот что у меня растет, который не цветет. Вот он единственный, который как бы съедобный. Ну, то есть его можно заваривать чай, там лечиться и все. Все вот это остальное, он сказал, что это может быть ядовитым. Ну, не знаю, правда-неправда. У меня есть и синенький, который цветет. Но на самом деле я его как-то не собираю. Это у нас такой разный цвет, это чабрец. Вот он тут мятный, вот он тут разный-разный. Ну, вот эти вот цветочки, которые называются Диморфотека, я думала, что они по-другому называются. Послушайте, были мы в Британии на Иле-Дубриа, это остров Дубриа. И там вообще лиса, лиса вот этих ромашечек. Всех цветов радуги. Боже мой, там вообще обалдеть можно. Так, здесь у нас розмаринчик. Ну, тоже, посмотрите, вот такой маленький горшочек розмарина стоит 3 евро. Это достаточно дорого. Вот этот розмарин, он плетистый. Он такой, знаете, такой падающий. У Нади у моей есть такой. Мы сыры, когда к ней ездили, он прям такой был, ну, вообще обалденный. У нее очень большой вырос. Здесь тоже что-то интересное. Очень большой ветер сегодня. Ну, давайте попробуем, я вам покажу. Всякие дикованные растения. К сожалению, не везде есть этикетки. Посмотрите, тут что-то раскроется такое красивое. Это теневые растения, это теневой уголочек. Посмотрите, вот такого размера гортензия. Стоит 25 евро, это дорого. Все мои гортензии были куплены, послушайте, приблизительно в Лидере, в больших магазинах. Это намного дешевле. Вот. А это у нас, ну что, это дубовидная, посмотрите, гортензия. Так, здесь гортензия. Здесь вот люди ходили, смотрели азалии. Азалии прекрасные, конечно. У меня была розовая азалия. Это красная, вот та вот розовая. Они по 25 евро. Вот эти, которые побольше, горшочки. Мне кажется, они дороже. А вот это, вот он, видите, вот этот белый. Это что за цветок такой? Это тоже, он стоит в азалиях, но это, не знаю. Это вот он же, видите, на этом? Как деревце. Ну, красотища. Вот мой муж идет. Привет. Смотрите, вот это растение, я не поняла. Я вот увидела, люди его покупали. Я не вижу ни одной этикетки. Посмотрите, какая красота. Такие бабочки. Великолепные. Ну, на них, посмотрите, этих аленок тут вообще не считан. О, посмотрите. Роится просто, роится все. Но Нико у нас, он, у него биологическая обработка. И я у него, когда спросила, чем мне обрабатывать розы, он так сказал, Алла, не надо обрабатывать химией. Та-та-ти-та-та-та. У тебя будет еще больше этих паразитов. Ну, извините меня. Ой, послушайте, очень красивое растение. Такое интересное. Цветет только, похоже, весной. Потом будут вот такие красивые листочки. Это уже неплохо. Но я думаю, что они, эти листочки, опадают на зиму. Ну, посмотрите, какие баки. Ну, стоит это 150 евро. Вот такое большое растение. Так, как же оно называется? Послушайте. Ага. Я вижу одну этикетку. Так, как мне туда добраться? Вот же ж. Так, что у нас тут написано? Подождите, подождите. Так, кроме того, я еще слеповата. Вот она. Смотрите, какой-то там шеф. Это Корнюс Флорида. А, Корнюс Флорида. Вот вам, пожалуйста. Если кому-то интересно. Ну, мне кажется, послушайте, если это Флорида, то нужен определенный климат. Здесь, вот смотрите, рододендроны. Вот горшок 3-5 литров 25 евро, 10 литров 45 евро, 15 литров 60 евро. У меня был рододендрон. Как он у меня, бедный, мучился. Мучился он, мучился. И, короче, в конце концов, я с ним рассталась. Тоже сидел в горшке. Какие тут шишища. Вот это ничего в нашей земле не растет, как и камелия. И потом, мне надо не забыть, а там у него есть камелия. Я проходила мимо. Здесь, посмотрите, это называется на французском граммине. Это вот такие вот типы все. У меня их был полный сад-огород. И в 2011 году, по-моему, у нас были очень сильные морозы. У меня вот были зеленые, были красные. Все смешано вот на этой круглой клумбе. Там еще раньше арки не было. А здесь вот тоже, вот смотрите, видите? Вон какие-то маленькие цветочки. Это тоже вот все-таки. Вот Плантаграса это у нас называется. И зовут ее Аптения. Видите? Недорого, 2,50 горшочек. Ну вот, и вот эти вот, видите, это теплица такая вот тут для больших. Ну вот это вот Агава. Ну Агава у меня растет уже лет 12, наверное. Но она еще меньше этого размера. То есть они все старые-старые. Эти Агавы. Растут медленно. Смотрите, какое приспособление, чтобы было. Очень жарко в теплицах, очень жарко. Он, у него добавилась теплица у зяца, у нашего. Смотрите, какие прекрасные цветочки. Называются Газандия, Газания, Газания. Красиво, красиво. Ну послушайте, это надо такие, как бы, типа альпийские горы, камушки, вот туда их рассаживать. У меня, конечно, нет такого пространства. А вообще, по большому счету, если бы у нас позволял климат, я бы сделала такое, как бы, корбейское, корбей. Такое пространство и высадила бы туда вот такие вот, тут типа альпийской горки, туда бы кактусов насажала всяких разных. Ну вот такое, что вот вечно зеленое. Это вот будет тоже, вот видите, будет белыми цветами, агапа, агапанта, агапанта, да, называется. Ну это такими, по-моему, это такие, вот уже, смотрите, выбросил он стрелку. Мне кажется, это такие, как у меня один есть такой, такие, как чесноки большие, огромные. Так, ну пойдемте дальше. Здесь вот, смотрите, это вот эти вот шалфейные, вот видите, сожжа. Вот, это такие шалфейные, тут, наверное, они здесь их рассаживают, сами, наверное, их черенкуют быстрее всего. Так, сейчас мы зайдем, здесь тоже это уголок теневых, то есть здесь вот будут камелии. Ой, какой прекрасный цвет, замечательный. Посмотрите, красивые камелии здесь. Ой, 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 я только, я только умею охать. Посмотрите, какая красота. Вот такую я хотела себе розовую, и когда я заказывала Нико, чтобы он мне купил розовую камелию, ну там у себя, куда он ездит закупать, да, на рынок, на оптовый для профессионалов, их не было. И вот он мне вместо розовой привез белую, которая вообще расти не хочет. Это вот тоже что-то тут такое плетистое. Смотрите, все в цветочках. Ну что за растения? Не вижу тоже я. Очень-очень много у него растений, конечно. Вот эти вот с красными листьями кусты вообще замечательные. Я себе очень хотела, но, послушайте, достаточно дорого, конечно. Вот здесь олеандров куча, кучища. Вот в том году мы здесь у него покупали олеандр. Он у меня подрос немножко. Ну вот она, вот она, эта красота. Гляньте на это. Да, это азалия. Это белая азалия. Шикардючие. У нас даже по дороге у кого-то сидит в земле, представляете? Вот так вот там 30 метров отъехал, земля другая и прижилась. Ой, ну красота, красота. Вот эти очень интересные. Тоже, смотрите, сожа, шалфей из Иерусалима. Тоже посмотрите, какой интересный. Какие у него тут шишки. Цветет розовеньким. Ну для этого всего, видите, он шалфеем растет. Это будет очень большое. Это нужны объемы. Нужны объемы, надо, чтобы место было для всего. Цветов очень много. Я, конечно, взяла сегодня много помидоров. Но вот цветов-цветов я взяла мало. И мы вряд ли сюда будем возвращаться. Посмотрите, какие прекрасные. У меня были похожие. И, кстати, вот эти газания. Вот они всех цветов. Послушайте, сидели много-много лет на одном месте. Потом видно, какой там был год. Они у меня все пропали. Вот просто все взяли и пропали. Ну вот, а этот вот, смотрите. Это так. Ну тоже он... Это что это? Эримофиля. Эримофиля нивия. Смотрите, какие тут красивые вот эти седые растения такие. Да, конечно, здесь простор. Конечно, послушайте, не хожу близко к центру, потому что... А вот здесь тоже какое интересное. Гляньте эти прутики. Что это будет? Вот, не вижу. Не вижу ни одной бирочки. А, вот оно. Это преля. Вот лабелия. Лабелия кардиналис. Лабелия кардиналис. Видите, красные растения. Вот, ну и сейчас... Вот настурция, пожалуйста, девочки. Идея. Вот, которую я настурцию себе сажала. У меня вот такие вот есть горшки. Я их потом туда высошу. Вот ваше очень красивое тоже вот это вот мелкое петуния. У нее не было сегодня в маленьких горшочках. Я хотела взять. Но я теперь мужа попрошу, чтобы он у меня свозил туда, в карфур. Вот, очень хорошие вот эти вот инпансиансы. Тоже красивые. Обычно я покупаю один-два цветочка. В этом году, видите, не взяла. Постеснялась, а зря. Надо было брать. Ну вот, это тоже, смотрите, видите, вон тут валяется все. Это ж можно вот так вот оторвать и присадить дома, как говорится. Я тут пока похожу, послушайте, подсобираю себе коллекцию цветов, которые тут валяются на земле. Почему бы и не? Ну вот, посмотрите, какие прекрасные вот эти вот цветы. Ой, ой. Прям вообще обалденные. Может быть, мне нужно было вот это взять, горшок, а не то, что я взяла. У меня глаза заведущие. Вот, вот, гипискусы вот эти. У меня был один горшок большой, мне подарили гипискусы, боже мой. Я с ним лет шесть, наверное, мучилась. Он не переносит абсолютную температуру, то есть летом выносила, зимой заносила. Ну, в конце концов. Ну, вот он, этот вот саланиум, который у меня пойдет на нашу ограду. Видите, как он стоит в теплице, он весь цветет. Вот, ну и все, и вот они трехлитровые горшки продают по 22 евро. А я в том году брала такие маленькие растюшки по 8 евро. Вот, пожалуйста, вам тоже это. Тропикаликаус. У меня был такой цветок. Правда, он у меня был не в таком горшке, он у меня поднимался на стену. Видите, какая красота. Да, и тоже он не переносит низких температур. Очень много красивых пеларгоний, но на пеларгонии я даже не стала смотреть, потому что, ну, сколько можно. Вот фуксии, пожалуйста, сколько вам. И вот этот вот саланиум, его можно вот таким образом, видите, подвязывать, помогать ему идти вверх. Тут и георгинки есть, понимаете. И вот, смотрите, вот это вот вервены разных цветов. Ничего не брала, но достаточно дорого тоже, понимаете. И вот это я не видела, а надо было бы мне. Эх, жаль. Вот очень тоже красивая композиция, посмотрите. Я себе вот такой один цветочек, мне кажется, взяла. Смотрите, как хорошо он с космосом смотрится, с космеей. У нас он на французском. Вот это космея, это у нас космос. У меня космос хорошо подрос, тут бегония такие неплохие. Ой, ну вот эта сожа вообще великолепная, вот эта вот Асьян. Вот, поэтому людей стало поменьше здесь, поэтому я пришла. Смотрите, всякие тут у нас мандаринчики растут, целая галерея. Вот, потом сейчас туда сходим. Вот интересный, я на него смотрю много лет. Вакс флавер, флёр ду сира. 15 евро такой, представляете, красивый. Но это тоже только в горшке. И, возможно, его нужно заносить в теплицу. А смотрите, тут какие ромашишки. Красивые. Так, ну вот этот вот горшок, 5 литров, стоит 25 евро. Это та ромашка, которая у меня сидит дома. Вы смотрите, как она хорошо разрослась. Не дома, которую я в этом году посадила. Вот вам, пожалуйста, вот эти вот пиларгошечки, которые цветут мелкими цветами. Ну, я их не очень люблю, скажем так. Ну, вот эти все пиларгонии. Я ничего здесь сегодня не брала. Вот такая вот у меня есть, которую, говорю, наконец-то мне ее дождем вымолы. Видите, какой цвет прям вообще вот алый-алый. Замечательный. А вот пиларгония тоже, посмотрите. Это же Раниом. Они написали. Посмотрите, тут звездочками все. Видите, какая красота. И вот здесь тоже, вот видите, сколько их тут. Разные, 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 красивые. Разных цветов. Ой, вот этот вот цвет такой. Так у меня, я же себе вот такую одну купила. А где он у меня? Он, наверное, отцвел. А я куда-то поставила. Вот, дальше пойдем. Здесь вам немножко показывала. Это вот клубничка. Здесь вон огурчики. Вот герань. Вот это вот, видите, вот она. Антимустикера. Вот именно она. От комаров. Я себе взяла один горшочек. Поставлю себе там, где мы кушаем, где-нибудь надо будет в горшок посадить. Но здесь разные типы мят. Потом здесь, посмотрите, вот это вот. Я не знаю, что это за растение. Называется Планта авитра. Авитра – это устрица. Надо сажать в тени. И землю даже пишут. Надо землю покупную смешать с песком. И очень хорошо поливать. И вот она стоит 15 евро. Надо будет мне поинтересоваться, что к чему. Что это такое? Это артишоки. Вон, видите, артишоки у нас стоят сзади. Здесь всякие разные салаты. Вот, смотрите. 16 салатиков. Или 15, да, сколько там? 18, 3 евро стоит. Ну, это хорошо. Это недорого. Смотрите, как здесь разобрали все-таки баклажаны. Я взяла все три вида, которые были. Хорошо разобрали. Помидоры тоже, видите. Вот, здесь луки. Я взяла белый эшалот. Желтый куплю сеточку. Посажу. Вот там перчик. Но там люди не будем мешать. Пойдемте дальше. Так, вот здесь у нас галерея тоже очень интересная. Смотрите, какой здесь дюбью. Красивый. Очень много. Вот это, вот это все такое разрастается. У меня есть такой один с герами смешанный. Возле умывальника на улице сидит. Посмотрите, сколько разных цветов. Я таких даже и не знаю. Я себе взяла вот это растение. Оно называется, смотрите, лотус берто-но-ли. Бер-то-ли. Вот. Это как клюв до перуши попугая. Я взяла себе вот такой один цветочек. Потом я взяла себе вот такую. Вот типа, знаете, так разбавить. Вот. Диамон фрост. И форма. Вот такой взяла себе делать композицию. Ну, вот петунии в этом году меня не очень впечатлили. Смотрите, такие некрасивые. Это очень обычные. Такие я не люблю. Это обычные красные. Ну, вот эти вот неплохие. Вот я его, кстати, не видела, этот цветочек. Вот эти вот такие цветные, но некрасивая расцветка. Есть у Людочки камень намного красивее. У нее там вот такие есть интересные. Ну, все, я петунии больше не покупаю. Я даже черную себе не взяла, потому что вся пыль на них у меня была черная. Прям черная-черная. Вот. Собирается вся пыль, они запыляются. И ветром очень сильно выбиваются. Очень вот это люблю. Диаска. Диаска. Видите? Вот они, вот это суму. Вот он, сумун. Вот такие. У меня есть. По-моему, даже в двух местах. Но в одном точно есть. Послушайте. Ну, это такие цветы, которые я могу докупить. Мы же будем еще с мужем. То там, то там. Вот. Вот он, видите, мой любимый. Димор Фотека. Не взяла ни одного цветочка. Я просто забыла. Оплошала, Алла. Оплошала. Ну, вот смотрите, сколько здесь петуний. Море, море. Вот. Тоже вот этот вот аркотис. Это дорогой цветок. 8,90 он стоит. Он явно, он многолетник. Вот. Петунии вот такие. Люблю петунии, но. Но. Очень красивые. Хорошо они у меня разрастаются. Но у нас очень сильные ветра для них. У меня вот такая вот была. Вот они такие, которые мелкие, петушки такие. Вот такого размера. Они намного лучше. Сохраняются на ветру. А вот эти большие, они, конечно, обиваются сильно. Поэтому стоят достаточно дорого. Я не стала брать. Вот. Калы. Калы у нас тоже не очень растут. Был как-то у меня одна кала такая. Росла несколько лет даже в земле. Потом вымерла. Вот это очень хороший цветок. 12 евро. Литодора. Он разрастается огромным таким кустом. Ну, я подумала, я постояла над ними. У меня нет в этом году места для него. Все уже засажено. Очень красивая композиция. Тоже посмотрите. Желтый, красный, голубой. Замечательно. Здесь все подвешено в горшках. Вот такого цвета я не видела. Вот у меня вот эта композиция. С прошлого года я заносила в парник. Теплицу все обрезала полностью. Вот она у меня наросла. Тут детки пришли. Добрый день, друзья. Сегодня мы на празднике, на дне открытых дверей в теплицах. В питомнике зятя моего мужа. Сегодня распродажа цветов. Я хочу вам показать некоторые из них. Поэтому оставайтесь со мной, не переключайтесь. Вот это вербенище. Какая красивая. Посмотрите. У меня такой не было, кстати. Они поднесли эти композиции, потому что люди разобрали. Я когда... Ну вот, например, видите, вот тут несколько веточек. Вот смотрите. 16.50 всего. Ой, уже. А я взяла себе большой горшок. Но, наверное, он евро 25 стоит. Не 1 евро 25, а 25 евро. Вот смотрите, что тут творится. Чего только нет. Ой, красиво, конечно. Очень красиво. Ну, пойдемте дальше. А вот он продает растения. Смотрите. Написано, жесанты это... Водные жесанты это у нас... Как же они у нас называют? Это гиацинты. Водные гиацинты. Смотрите. Интересно. Ну вот, все ходят, что-то выбирают. Вот вам, пожалуйста, глициня. Ох, запах такой стоит. Вообще, вон она цветет. Не знаю, где она будет расти. У нас она не растет. Вон их сколько, посмотрите. Зашли сейчас в другую теплицу. Вот, пожалуйста, вам ключ, который у меня просто везде уже все заполонил. Здесь всякие маленькие цветочечки. Мне кажется, это все они делают сами. Сами черенкуют. А вот такой у меня тоже был красавчик. Послушайте, вот это все... Это все многолетники. А вот оно, какая красота. Называется... Абюссилон. Абюссион. Абюссилон. Какая красота, послушайте. Пожалуйста, пассифлора тоже есть. Какую же они цену, эти горшки? Что-то я не вижу. По 15 евро, по-моему. Да, по 15 евро. Отлично. Вот они, эти красивые. Акзолис у нас он называется. Красавчики такие хорошие. Ой, люблю я это все. И вот здесь вот тоже, посмотрите, вот такого плана. Акзолис тоже, какой замечательный. Видите, беленький, голубенький. Все это такое нежное, все такое замечательное. Смотрите, какие классные. Ах, ах. Ой. А вот эта травка, видите, как цветет четко? Это вот они, эти мои. Как же они называются на нашем? О, 2,50 стоит один штучка. Нужно, чтобы они ко мне приходили, и я бесплатно дам. Красота. Ну и, конечно, друзья мои, я не могу вам все показать, потому что очень большой питомник. Биржиния. Тоже какое-то интересное растение. Я его не знаю абсолютно. Сейчас мы подойдем к розам. Там просто люди были. Ну вот видите, как эти травки цветут? Какая маленькая травка, и вдруг ни с того ни с сего цветет розовым. Ну вот они уже взрослые. Называются это армерия. Армерия. Красота. Вот они, пожалуйста, эти. Мне нужно в горшках вот так подсеять на следующий год. Гвоздики. Вот они, видите, гвоздичные. Ой, ну здесь вообще столько всего. Столько вот тоже гвоздички такие. Вот это теневые все растения. Вот в большой горшок поставить, зато же смешать вот это вот все. Ламинюм. Вот они, ламинюмы эти. Бервенш. Бервенш. Чего только здесь нет. Мама дорогая, посмотрите. Иду медленно. Хосты, пожалуйста. Вот у меня вот такая вот небольшая хосточка. Ой. Смотрите, скажем, что это наш подорожник, нет? Смотрите, называется Рубберкевя. Да, это типа подорожник, наверное, в семействах хостовых. Ох ты, красота. Вот у них астр какой-то. Астра осенняя написано. Так, ну здесь, это уже у них все здесь фруктовые кусты. Ну и пойдемте давайте посмотрим на розочки. Ах, какая красавица. Дорогие у него эти розы, конечно. Они по 85 евро деревца. Это, наверное, еще дороже, потому что уже выросла. Так, что это у нас за название тут? 45 евро. И называется она парфюмированная роза. А где же хорошо, я согласна. А как она называется? Ой, пахнет вообще. Очень похоже на мою Гранд Твит. Ну вот видите, как они продают? Без названий. Вот она, Гранд Твит, вот эта, которая у меня обрезана на большой деревянной арке, которая у меня из деревца, и который кустик я отсадила к курятнику. И еще один кустик у меня в этом растет под окном, где у меня компьютер стоит. Смотрите, сколько здесь вот этих вот, этих жуков. И вот я нашла свою розу, которая у меня возле туалета. Помните, которую, я говорю, звезда? Сейчас мы посмотрим. Возможно, мы сейчас найдем ее название. Так. Хэппинес. Счастье. Хэппинес, это как там? Пожелание счастья. Так, очки сейчас сниму, еще раз снимем. Ой, чуть не уронила. Ну вот, друзья мои, наконец-то я нашла. Я, похоже, у него и покупала ее. Вот это роза Мияна. Сейчас я ее запишу. Вот она называется. Хэппинес. Видите, французская. Здесь вот что-то написано, и все это. Вот у него Пьер Дурансар тоже у него постоянно есть. Наши любимые розы. Все миллионы. Ой, какая красота. Но сколько же у него этих аленок. Вы посмотрите. Да, любят они желтые и белые цветы. Вот это достаточно ароматная роза. Вот это. Мне прямо, я когда ходила за этим, за виноградиком, девичьим виноградом, ну, будет, посмотри на эту розу. Деречка, я честно вам хочу сказать, я не люблю их. Так называется она. Вот так вот она называется. Подождите. Ханаби, не знаю, во французском аж не читается. И тоже, посмотрите, ну, полно, полно вот этих вот жуков-то. Красиво, видите, тоже. Это плетистая розочка. Так, здесь у него что? Вот она, посмотрите, Клер Матан. То есть, Светлое утро называется. Так, что еще у него есть из роз? А вот она вот, зенфира. Давайте. Вот она. Ой, зацепилась я. Вот она, зенфира, которая у меня сидит под елкой. Вот, видите, вот эта вот марка Эди Роза, да? А, это зефир какой-то. Нет, это не та. Видите, вот эта вот Эди Роза. Это общество французское, которое выкопило права на право черенковать розы всех огромных, ну, как бы больших сортов. Вот, пожалуйста, Гранд Твитт. Вот она. Я всем рекламирую эту розу. Это роза Жанны Вкусто, которая была ему подарена, переименована. И после его смерти была забрана обратно и ходит сейчас под именем Гранд Твитт. Ну, говоря, что в Америке во многих парках, где сидят розы, она все так же носит имя Жанны Вкусто. Там была семейная, короче, проблема. Семья после его смерти затребовала много денег. Так, и Криатур, это Мишель, Адам Мишель, он отобрал обратное имя. И вот это тоже красота, посмотрите, какая. Так, а что же это у нас? Что же это? Посмотрите, какие здесь милые бутоны. Так, а это у нас Луи Ду Финес, пожалуйста, вам. Вот, значит, моя роза, которая деревца, которая у меня неопознанная, она не Луи Ду Финес, потому что там совсем другой бутон. Так, запах пахнет, но так, чтобы сказать. Ну и вот, и вот эти вот эти розы сейчас, они, их нужно выискивать, вот эти имена нужно выискивать на сайтах и смотреть, кто же был как бы основатель этой розы. И с каждым годом это становится все труднее и труднее, потому что они перекупают права на черенкование и потом уже, конечно, черенкуют. Я, конечно, люблю покупать розы вот с такими вот настоящими бирочками, вот видите, как на пьере. Вот, вот это вот, вот такая оранжевая этикетка, это Миян, это Мияновские розы. И вот это вот красавица Хэппинес, ну, наконец-то я, вот, наконец-то я нашла, а то там столько уже, послушайте, мне предлагали. Я говорю, у меня в основном розы, вот это же Мари Клер, которые сидят вместе с этим Хэппинесом возле туалета на задней стенке у летней кухни. Они покупались в одно время, и они явно Миянки. Посмотрим, что у него тут за розы, красавицы. Так, это у нас кто? Так, это у нас тоже, это у нас Мияночка. Мияночка всегда у него такая оранжевая. Мессаж деспуар. Мессаж деспуар – это надеяться. Сообщение надежды, что-то такое. Мессаж – это сообщение, испуар – это надеяться. Ну, вот как-то сообщение надежды. Она называется, у нее первое имя вот такое. Смотрите, вот видите, вот внизу вот написано, под мессажем испуар. Так, где же фокус? Фокуса у меня нет. Вот так вот. Я и сама посмотрю. Мне нравятся вот такие цвета. Они такие, вот видите, такие апельсиново-мандариновые. Красивые. Дальше смотрите. Это имена великих артистов. Ив, Ив, Плажет. Вот, вот такой цвет, честно сказать, не очень люблю. Вот, что у нас здесь. Тоже мияночка. Я уже их этикетки знаю. Пардон. Это тоже у нас, это тоже вот это Ману Миян. Это кто-то из его семьи. Какая-то либо дочка, либо внучка, либо кто-то. Красивейшая. И все эти розы парфюмированные. Вот Эдди Мишель, посмотрите. В прошлом году выкопала. Не понравился, не захотел расти ни за что. Роза очень красивая. Но, к сожалению, она у меня не пошла. Мы ее купили на выставке, ездили в Грасс. Город парфюмерный. И вот эта вот красавица. Вот эта фиолетовая. Сейчас мы посмотрим, кто у нас. А, ну так это вот. Это песня любви. Love song. Так, пахнет фруктами. Так, кто создал, не знаю, не вижу. Ну, это легко находится. Это легко находится на сайтах. Может быть, вот там написано. Я, к сожалению, без очков. Просто шикардючие бутоны, конечно. Красиво, нет слов. Так, что здесь у нас за желтый? Сейчас, может, я еще свою желтую розу найду, которая у меня перед домом сидит. Вот это очень даже ее напоминает. Хотя бутончик, мне кажется, не совсем такой. Ой, я сейчас зацепила своим манто. Так, смотрите, что у нас здесь за роза. Так, кто это у нас? Подождите, подождите. Мишеля. А, Мишель Ангела. Вот так вот я дома потом рассмотрю, потом сама. Так, это Мияночка тоже. Ой, красавицы. Сейчас понюхаю, как она пахнет. Ну, не знаю. Смотрите там, видите? Вот они там в бутонах. Вот они все эти Аленки. Это просто катастрофа. Это кто-то вот так купит и домой принесет. А вот это какая роза красивая, огромнейшая. Посмотрите на нее. Ух ты, какие. Смотрите, вот моя рука. И вот он бутон. Ух ты, какая ты. Я такое люблю. Так, там он есть какой-то парфюм-кис. Так, как вон там он. Смотрите, парфюм-кис. Вот, это она. Нет, это не она. А, да, это она. Нет, это не она. Нет, это кто у нас тут? У нас вот Летисия. Так, где, где мы? Где я? Не вижу. Не могу, не могу пробраться. Летисия Каста. Так, подождите, вот она. Летисия Каста. Я в розах тут, послушайте, вся погрязла. Зацепляюсь я. Это вот Мияночка. Так, вот она. Мишель Анжела. Мишель Анжела. Девочка, только это же Мишель Анжела. Послушайте, похоже на мою. Там кто-то увидел какой-то красивый цветочек. Говорит, иди сюда, я тебе покажу что-то. Вон те цветочки, видите, они нашли. Ой, посмотрите, какие красивые. Ну, красивые розы, конечно. Вот кимоно какое-то. Поливалентная роза. Роза Виф розовенькая, красивая. Мне кажется, они их тут сами черенкуют, эти розы. Ну, вот там вон белая роза. Вот видите, Винтер Лоджи. Тоже вот это Эдди Роза. Но я не хочу Эдди Розу. Как-то я не очень полюбила их черенки. А вон там какая белая. Мы сейчас все упадем в оборот. Посмотрите на нее. Вот это я понимаю цветы. Смотрите, моя рука. Тут вообще с голову младенца, как можно так сказать. И называется это... Не вижу. Ой, не вижу. Это другая какая-то, по-моему. Сейчас посмотрим. Это у нас Ирина Бондаренко. Посмотрите на эту розу. Вот это Ирина, я понимаю. Огромная. Сказать, что огромная, вообще ничего не сказать. Смотрите, один бутон еще стоит. Ну и вот видите, все выедено внутри этой Аленкой тоже. Как жалко. Красивейная Роза. Вообще обалдеть. Я таких еще не видела. Посмотрите, вот этот букет. Очень красиво. Очень красиво. Вообще обалдеть. Ах, кто же это у нас? Давайте посмотрим. Ох ты! Вот это мне нравится. Да, хоть я не очень люблю такие двух. Вы видите, не подлезь под этикетку. Так, кто у меня там? Так. А, так это же это. Юбилей принца до Монако, я думаю. Да, юбилей принца до Монако. Красота. Ну вот она опять, это Песня любви. Звездулина. Так, а это у нас тоже Мияночка. И это у нас... Та-да-да, да-да-да-дан. Так, как называется? Ничего не вижу. Что-то там невеста. Кого-то не вижу. Дома посмотрю в очках. Ой, девчонки. Ну вообще, Мияновские Роза, они, конечно, красивые. Вот все кричат, очень много русских блогеров, которые все только за эту, за Остина. У меня вот есть вот такая вот роза безымянная, очень похожа, на которую нет ни одного бутона. Очень она мне напоминает ее. А кто это у нас? Давайте глянем. Прививается Нви Доринталь. Тоже Миян или Эди Роза. Нет. Да. Тоже это общество, которое прививает розы. Ой, ну красота. Ну вот так вот я вам показала. Это немножечко розочек. Я думаю, вам понравится этот обзор. А вот меня кто-то спрашивал про розу без... Вот она. Банск Лутея. У нас была у Мариса, когда я к нему приехала жить. Она цветет раньше всех. Это такая, ну, как вам сказать... Она, конечно, роза, но цветет ковром, без иголочек. Вот она у нас была как бы на плетне. Молодцы. Ничего не могу сказать. Красота. Послушайте, мы, наверное, пойдем на выход, потому что уже муж за мной приходил. Основные теплицы я вам показала. Вот. В фруктовые деревья я не пойду. Смотрите, тоже все тут цветет. А посмотрите, какая пальма. Это типа... Это юке. Как же называется? Смотрите, как называется. 590 евро стоит. Какая-то, короче, какая-то курочка. Пу-лан. Ух ты! 590 евро. Ну, это вот такая вот, типа, пальмочки такой колючий. Все, друзья. Давайте пройдем вот здесь. Я вам покажу его красивую композицию. Никой это все составлял, делал сам. Он вообще очень-очень крутой дизайнер, ландшафтный. Он все видит, где что подсадить. И вот это вот растение, которое купили друзьям нашей дочери. Вот это вот он покупал на Блашином рынке. Уже много лет стоит. Вот этот вот. Представляете, какой хорошенький. И вот эта красота. Мне такой вкус надо. Он вечно зеленый причем. Но я его сфотографирую. И потом у него спрашиваю, как он называется. Запишу. И он у него есть. И как только у меня появится возможность где-то его подсадить. Потому что, видите, каким он разрастается. Я это сделаю. Вот. Ну, а здесь у нас маленький мостик. Здесь такой, смотрите. Вот из такого старого трона, вот этого вот оливкового. Смотрите, у нас течет водичка. Видите, дерево умерло, а Нико нашел применение ему. Ставил туда вот этот шланг и течет водичка. Это вот такая трава продается коврами. Пулуза. И вы смотрите, обратите внимание вот на эту оливковую композицию. Какая красота. Вот это выстригается, друзья, годами. Ну, там вот мешки с камнями и так далее. Это его ассоцией, то есть компаньон, который, ну, с ним здесь, наверное, он снимает у него территорию. Они друзья теперь. Молодцы мальчишки, конечно, молодые, талантливые. Трудяги, это все очень-очень большой труд. По-другому не скажешь. Смотрите, какая красота. Но я не хочу уже приближаться туда близко. Там играет музыка. Мне тогда придется переписывать все видео. Поэтому давайте на 7 и закончим. И всего вам доброго. До очень скорой встречи на моем канале. Давайте я вам хоть немножко покажусь. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась наша прогулка по этому прекрасному месту. И до очень скорой встречи на моем канале. Подпишитесь обязательно. Расскажите обо мне своим друзьям. До очень скорой встречи на канале у Провансаловички. Французская безу-безу. До очень скорой встречи. Пока. Вот мы уходим. Вот она, эта футинья, которая у нас тоже сейчас начинает свести. Короче, очень привлекает она эту Аленку, конечно. Вот, Марис пошел за машиной. Мы уезжаем. Я говорю, я выйду через, как говорится, через питомник, потому что я хочу пройти через оливковые деревья и показать вам, какие у него шикарные оливковые деревья. И мы видели, что много он сегодня продал. То есть, если кто-то покупает оливковое дерево, то они это все привозят на своих машинах, то есть на грузовиках, там, тракторах. Они сами их садят. То есть, здесь они их вырывают. Специально, вы видите, сколько людей. Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. Ой, ой, как красиво. Какие камушки. Вот здесь всякие гравии. Всякие, ой, слушайте, все можно купить. Стоит дурных денег. Мы даже в эту сторону не смотрим. Вот мы так. Тихо, спокойно, ровненько, своими силами. Вот, посмотрите, видите. Два дерева покупаешь, третье бесплатно, которое в менее дорогое. Нормально, конечно, конечно. Это хорошо. Посмотрите, а вот здесь вон какие-то они прям. Ой, ну красота. Очень много. Он часто выполняет эти все коллекции. А смотрите, как упала пальма. И она превратилась просто в шедевр. Это все было завалено ветрами. У нас здесь такие ветра. Вот это место, где у него находится теплица, называется вентабран. Вентабран – это от слова ван. Ван – это ветер. Вот. И здесь, когда дуют ветра, вот это даже, они способны, вот эти большие горшки с деревьями повалить. Но не такие уж, конечно, широкие. Видите, везде подведена вода. То есть они их привозят в таких имитированных горшках. Видите, это толь называется, да? Толь, наверное. А вон там, посмотрите, какое дерево, мама дорогая. Посмотрите на него. Трон один чего стоит. Вот это я понимаю. Но это уже не то, что там его сто лет, а он, наверное, под тысячу. Вот здесь вот новое прибытие. Вот здесь вот на тоненьких ножках что-то такое тут выстриженное. Но это все, это будет обстригаться, обстригаться. В конце концов, оно станет шикарным, и потом они его продадут за очень дорого. А вот это какое дерево, посмотрите. А люди все прибывают и прибывают. А вон мой муж. Все, я побежала. Всего хорошего! Спасибо, экзотик! Спасибо! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!